Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Александра, это канал о вязании. У меня еще тушь не высохла на глазах. И сегодня будет влог. Мы с вами отправимся на встречу наших фирмских психов. Еще по городу погуляем, я надеюсь, что, потому что сегодня холодно, на самом деле, достаточно холодно. Ну, для лета сегодня холодно. И я сейчас видео записываю, сейчас чуть-чуть потрясу камерой своей. Видео записываю на подарочки, которые мне девочки дарили. Так что я пользуюсь, у меня тваричка. В общем, я пользуюсь с удовольствием огромным. Чрезвычайно, кружечка у меня такая. Еще и роль штатива выполняет. Так, ну, чтобы не только о кружечках разговаривать, и не только о том, чем мы сегодня займемся, я еще свой процесс сразу покажу. Единственное, что у меня в каком-то разрозненном состоянии. В общем, я вяжу детский кардиган. Помимо процесса, который у меня лежит и грустит, это вот тот вот джемпер из советской пряжи. Я сказала, что с ним можно не торопиться, и я решила немножко от него отдохнуть. Это пряжа Харрис. В два сложения я вяжу. Единственное, что я вязала вообще-то от бобинки, которая у меня уже неизвестна где. Так, у меня чуть-чуть перемотана эта пряжа. Так вот эта пряжа выглядит поближе. Я сейчас две нити вяжу. То есть здесь я уже для одного рукава перемотала чуть пряжи. И здесь у меня вот этот вот второй экземпляр получается. А до этого был первый экземпляр. Вот у меня. Я, собственно, сейчас из него вяжу. Вначале думала, что я не буду из него вязать, поскольку я сюда пускала разные остатки пряжи. Но сейчас решила, что зачем? Зачем оставлять? Вот. То есть это был первый опытный образец. Я связала его слишком плотно. Уже как будто полотно постиранное. То есть ему уже раскрыться будет даже некуда абсолютно. Поэтому сейчас вяжу условно посвободнее. Но на самом деле тоже не особо свободно. То есть полотно тоже достаточно плотное получается. Но оно станет таким полуваленком после стирки. И я именно этого и хочу добиться. То есть мне нужен прям неубиваемый, непродуваемый кардиган. А может быть я это делаю зря. Но в любом случае я свяжу, постираю и узнаю. У меня много этой пряжи, если что, еще один кардиган свяжу. Вот. Так что вот такой вот мой процесс. Не знаю, повезу ли я его с собой навстречу. Скорее всего нет. Потому что мы поедем с двумя детьми. Мы поедем. Я поеду с двумя детьми. Поэтому я сомневаюсь, что я что-то там повяжу. Я надеюсь, что я что-то для вас поснимаю. И я с собой приготовила образцы все свои. Какие у меня тут нашлись при переезде. Может быть что-то кому-то окажется интересным. И кто-то что-то потрогает и пощупает. И посмотрит. Вот такой вот чудесный пакет обнаружился. Все. И сейчас будем собираться до конца. И поедем с вами в город. Я записываю на свою новую камеру. Она, конечно, хорошего качества записывает видео. Но я надеюсь, что хорошего качества. Да, Вить? Вам приятно смотреть? Скажите мне. Но я записываю без микрофона. Сегодня буду записывать без микрофона. И, наверное, будут какие-то посторонние шумы. Возможно, будет не очень хорошо слышно. Я постараюсь как-то это исправить. Насколько это будет возможно. В общем, не ругайтесь. Зато картинка приятная. Да, Вить? Все. Погнали в город. Я сказала ничего толком про процесс. Это у меня Твит Харрис. Две нити вяжу. На спицах 3,5. Так вот полотно выглядит. Достаточно плотно. То есть можно спокойно взять на 3,75 или даже на 4. Но я решила, что в итоге хочу получить валеночек. Очень плотный. Поэтому думаю, что все у меня получится. Валенок у меня точно получится. Здесь у меня будет планочка. Здесь у меня есть пуговки. Дырочки для пуговок. Не, ни с какой стороны. Вот. У меня дырки для пуговок. В первой версии делала их чаще. Здесь решила делать их пореже. Вот здесь потом будут планочки. Будет красота неземная. Цвет такой интересный. И с пуговицами я не решила. Я думаю, что я их делаю черными, наверное. Потому что здесь такие вот эти крапинки черные. Так интересно смотрятся. Это если что не мои голые ноги. В общем, поэтому, наверное, может быть, черные пуговицы сделаю. Потому что мне же надо это все потом одеть на мальчика. Поэтому какие-то красные, розовые точно не пойду. Принеслись мы с Павлом. Ты, честно говоря, что ты в кадр не попадаешь. С Павлом не будем себя ждать. Потому что мы пришли, и времени полу третьего. У меня просто пришел мешок, когда я обнаружила, что она соходила в пакете с Калопайбер. Ого! У меня это был, не знаю, просто такой... Мне пришлось выкинуть 4 килограмма Калопайбер. У меня единственная надежда просто, что хотя бы там не будет. Я вот всякие эти натуральные... Я какое-то одеяло себе решила. Это я сегодня красиво вязала. Ага. Заболяла. Вот это? Да. Тогда это шедшая женщина. Нет, у меня... Это шедшая литовская литовская. Брала на пробу, тоже. Просто вот литовская шедшая. Цвет красивый. Цвет, влюбилась в цвет, и все. Она похожа на это? Она похожа, да. Она почище, да? Она чуть почище, и, мне кажется, она помягче будет. Я еще из нее не вязала, потому что... Ну, после стертки вы все становитесь у меня. А вот это как цвет называется? Ледяное? Такое. Ой, там написано, что там написано. А, вот букляшка у меня. Букляшка красивая. Юля, опять ест. Я пью, неправда, не надо клеветать лишнее. Так, надо все это убирать. Записывай потом. Снимай, прям рисунок по низушке. Смотри, внутрь. А, это же не твильчик? Нет. А, это не придет, да? Вот, посмотрите. Вот, Надежда, я даже... Оп, это такая фоба. Видите, что я даже маленький, а? Это не правильно. Я же помню, что делать. Да, мы не классно, потому что, я же, бух. А я там нашла фоба, который нет, где-то, где-то. Вот, на работе, на сайте можно этот номер. Модель, чтобы смотри, от смыслей. Да, мы каким образом поделиться хотели вместе. Фотографируйтесь. Сфотографируйтесь? Да, конечно. Вы что выбрали? Конечно. Реально снесла свои коррективы в мою прическу. Наши планы. Погуляли мы в развлекательном центре и пошли домой, потому что сил уже нет ни у кого. Поэтому в этом видео больше не будет ничего интересного. А в нашей жизни еще будет. Мы придем домой и поедим. Всем спасибо, всем пока. Прощай влог из Перми. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова